Наша глава правительства Бедямин Натаньяу Трус. Я бы не осмелился сделать такое заявление. Я просто пересказываю слова одного из руководителей государственной безопасности Израиля Шабака. Есть такой царь Давид. Он, правда, сейчас в отставке, но в свое время он руководил сбором разведданных Шабака в Иудее и Самарии. И он сказал, что, он говорит, на иврите говорит, Натаньяу Пахдан. Ну, какой критерий трусости? Это, знаете, кто такой труска, говорят? Это человек, который экономит свои действия. Не делает никаких лишних движений. А и, кроме того, это как бы еще и признакомного человека. Не всегда же надо лезть на рожон. Надо все взвесить, посчитать. Но иногда мы знаем это не так. Вот возьмем, мы только что кончили пасхальный праздник. И все восхваляют Нахшон Бен-Аминадав, который первый вступил в воду. Представьте себе, все люди там подошли к Красному морю, и все как бы понимают, что надо пойти сейчас. Ну, а они, вот ты там нога опустил в воду, вода холодная, говорят, сейчас нагреется, может быть, пойдем. И потом смотрят, волны слишком большие. И вот один человек, я уж не знаю, почему именно он, но он первый вступил в воду. И то, что должно было произойти, произошло. Воды Красного моря вступились. Что было бы, если бы он не осмелился вступить в воду? Мы не знаем, это как бы остается. И второй пример, буквально недавно, мы сейчас учили раздел после смерти, Ахар-Эмот. А речь идет о смерти двух сыновей Аарона, Надава-Авилу, которые совершили, может быть, нерасчетливые действия. Они принесли огонь в святых и святых. Огонь от жертвенника воскурения в святых и святых. И там они погибли. Но благодаря этому огонь вышел из святых и принял на жертву, которую принес Мошей Аарон. Помните, я говорил, какая-то драматическая ситуация. Бог сказал, давайте построите мешкан, и я буду жить среди вас. Вот, значит, сделайте так, подготовьте так. Мошей Аарон все это так подготовили, хорошо. Что стоят у жертвенника, ждут сейчас, спустится огонь с неба и не спускается. Они переглядываются, что делать. И вот два молодых человека на свой страх и риск пошли и сделали то, что с их точки зрения было правильным сделать. Как я уже сказал, принести этот огонь. Святая святых, хотя это не их обязанность, это только большой Куэн, Куэн Гадон. Мог сделать Аарон, может быть, Мошей. Они это сделали и погибли. Но благодаря этому спустился огонь с неба и поселилась Ашхина. Ну, кто-то может сказать, это все миф. Это все как бы было, не было. Но это, смотрите, чем живет еврейская вера. Тем, что кто-то должен быть, кто первый вступит в воду. Тот, кто сделает что-то не, как бы, не просчитанное до конца. Это мужественный шаг. И то, что ожидается действительно от Натаньяо сейчас, это начать бомбить Рафиех. И не только бомбить, а всеми силами войти в Рафиех. Рафах, Рафиех по-разному говорят. Представьте, эти гады нами играются. Вот там заседают в Катаре, в Египте заседают, готовят всякие проекты договора. И Байден там, Блинкен летает туда-сюда. И вот, значит, кто здесь, собственно говоря, поджал хвост? Это хамасники. Мы им наступили на хвост. Разгромили все их дивизии. Они там прижались в углу, и они нам диктуют условия. Они думают, думают. Мы вам дадим ответ завтра. Все ждут. Ответ будет завтра. Завтра он уступил, нет ответа. Они говорят, мы готовим более сложный ответ, это будет через неделю. Вот сейчас ждем через неделю, представьте себе. А что происходит, пока ждут через неделю? Нельзя вдарить. Почему? Ну, вы вот так, как бы, опередили в момент, как бы, если бы вы дали немножко хамасу еще подумать, они бы согласились на ваши условия. И все было бы в порядке. А сейчас вот вы вдарили, вот необдуманный Натаньяу так поступил, необдуманно поступил. Поэтому вот все это провалилось. И чтобы на него такое, не дай бог, не сказали, он все время думает. Он так думает, думает. И вот очень много причин есть ему, чтобы так не поступить. Потому что, с одной стороны, Байден каждый день звонит и говорит, не смей. А там демонстранты на улице демонстрируют и требуют освобождения всех заложников. Сколько осталось этих заложников? Очень подозрительная эта цифра, которую называют хамасники в числе людей, наших ребят, которых они готовы обменять. 30 человек. Потом и даже снижает это. Понятно, это как бы тоже из той же игры кошки с мышкой. Медленно пускать кровь, тянуть время. Но с другой стороны, возможно, у них просто никого другого нет. Постоянно мы получаем сообщения, что оказывается, что этот убит, этот умер. Там в подвалах, в подземных ходах этих крыс. Представляете, какой ужас. Мы не знаем, что происходит. Каждый день умирают нас там в подвале люди. А они держат нас за горло и говорят, только посмейте, мы их всех убьем. Вот тут кто-то должен решиться. И, кстати, если мы говорим о Надабе-Авиу, они решились на этот ход, понимая, что они могут быть осуждены. Их могут вообще как бы... Что они наделали? Вот они как бы совершили такое преступление. Весь народ из-за них страдает. Но они решились на этот шаг. Поэтому мы обращаемся к Бениамину Натаньяу. Мы говорим, ну, все равно же понятно, что это последняя каденция. Ну, сделай что-нибудь, как мужчина. Серьезно. Дай приказ. Собери снова. Видите, распустили все бригады. Все военные подразделения распущены. Отдыхают очень хорошо. Я рад за ребят. И вот они играют нами. Кстати, о Шабак. Была вот такая очень интересная история. Я видел передачу с этим ИСХ Давидом. Он говорит, что начальник военной разведки Арун Халиба ушел в отставку. Признал свою вину и ушел в отставку. Можно сказать, очень такой мужественный поступок. Правильно очень человек признает вину, ушел в отставку. А говорит этот генерал Шабак, он говорит, на самом деле, какое отношение имеет к этому Халиба. Да, он виноват. Когда он виноват, он говорит, у нас разделенные функции. То, что происходит внутри газа, это обязанность Чиру Битахон Клали, Шабак, службы безопасности. Сводя, как бы это ГРУ, да, Главное управление разведки на территории Иудеев с аварией газа. А Аман, это то, начальником которого был Халява, Халиба, это то, что уже происходит на территории Израиля. То, что происходит в армии. И действительно, когда этот Халиба где-то был непонятно ночью, где-то в какой-то гостинице с кем-то, ему сообщили бедные девочки, наблюдательницы, что они видят, как массы бандитов лезут к нам и сейчас стреляют по ним уже прямо. Он сказал, оставьте меня в покое, как бы не мешайте мне спать, пошел спать. С кем-то спать, где спать, мы даже не знаем. Это все еще, и все это откроется, наверное, на закрытом расследовании, так оно останется раскрытым. Но до этого что было, рассказывает от генерала разведки, ну, он говорит, Таталуф, по-моему, это генерал-майор Шенбета, он говорит так. Что произошло 6 октября, то есть накануне 7 октября? Вдруг, он говорит, стали работать израильские СИМы на территории Газы. Объясню. Значит, у них в Газе есть своя система обслуживания телефонов, свои СИМы местного потребления. Если, скажем, какие-то шабахи, какие-то негальные люди, преступники хотят попасть в Израиль, они задействуют свои телефоны, вставляют там израильский СИМ, потому что внутри Израиля эти газовадские СИМы не работают. Ну, бывают, я не знаю, там действительно эти шабахи, это Шоим Биртехуки, которые проникают нелегально на работу, а возможно даже и террористы. Один, два, три, четыре, пять. А тут, по сообщениям, знаете, это как бы есть такая служба у Шабака, они следят за этими СИМами. Они вдруг сообщают, звонят этому начальнику разведки нашей госбезопасности, Рунэн Бар. Он говорит, кстати, Бар это сокращение Березовского, то есть это наш какой-то Березовский. Помните, был другой Борис Березовский, надо проверить, они не родственники, говорит Березовскому звонит, что-то срочное говорит. Вдруг сразу не два-три СИМа стали израильские действовать на территории Газа, а тысячи. Что это значит? И потом они говорят, осведомители сообщают, что ночью, с 6 на 7, тысячи арабов, молодых, здоровых, начинают собираться в мечетях. Что бы это значит? Надо отдать должное генералу, начальнику госбезопасности Израиля, Рунэн Березовский, Бар, он сказал срочное совещание. В 12 часов ночи, с 6 на 7, он прибыл в генеральный штаб разведки государственной безопасности, КГБ, и вместе туда собрались все руководители, все начальники отделов, начальники районов и обсуждали эту проблему. И вот говорит Исхард Давид такое очень интересное замечание. Он говорит, что были выдвинуты предположения. Одно из предположений было, что сейчас готовится нападение или вхождение этих хамасников на территорию Израиля. Были какие-то другие концепции, о которых он не упомянул, но он говорит, что порядок такой. В тот момент, когда обсуждаются реальные возможности, а это была реальная возможность, судя по этим внешним признакам, что они собираются напасть на нас, значит, неважно какая степень вероятности, 15-20%, сразу принимаются все нужные меры, потому что мы не можем оценить до конца то, что нам кажется менее вероятным, на самом деле вполне может быть вероятным. И вот, значит, сидит Рунен Березовский, Рожебар, думает и думает, что с этим делать. И по сути дела он должен был позвонить начальнику генерального штаба, генералополковнику Херцелю Леви и сказать ему, Херцель, на нас готовится нападение, срочно приведи в действие все военные соединения, которые находятся на границе с Газой. А помните, когда говорили, что нас заставили врасплох, никаких военных соединений не оказалось на границе с Газой, ничего подобного, говорит Давид Ица, он говорит, послушайте, там находилось две дивизии и танковые роты. Вполне достаточно, для того, чтобы мы потом узнаем, сколько это было, это было три с половиной тысячи, для того, чтобы дать отпор, вполне было достаточно. Но в тот момент, когда начальник государственной безопасности звонит начальнику генерального штаба и говорит, все в порядке, ничего не происходит, потому что они сообщили Герцелю Леви, что тут что-то происходит, надо принять решение, он ждет телефон, они сообщают, мы проверили, мы ничего не будем предпринимать, все спокойно, пошли спать. Теперь говорит этот Искар Давид, о какого рода соображения были выдвинуты этим начальникам государственной безопасности, чтобы не принять никакие меры, несмотря на то, что согласно порядку, любая концепция должна быть отработана до конца. Сказал Рунен Барби, Резовский, он говорит, но ведь если мы сейчас примем какие-то экстренные меры, это расстроит источники нашей информации перед врагом. Враги поймут, что из-за того, что они задействовали Симы, из-за этого мы поняли, что что-то происходит. Мы не можем раскрыть источники нашей информации, он говорит. А второе, он говорит, а если мы действительно приведем себя в состояние боевой готовности, и Хамас об этом узнает, они сочтут это, как наше намерение начать какую-то военную атаку, и они нас атакуют. Говорит там, я не знаю, полковник, кто он там был в Шабаке в государственной безопасности, Давид Идзар, он говорит, ну и что? Ну и спугнули бы их, они бы на нас напали, получили бы по зубам. Что такого? Он говорит, это просто соображение, которое выдвинул Рунен Барб с тем, чтобы не принять никаких действий. Они просто говорят, уму не постижим, никто не понимает, как это он мог сделать. Не раскрыть, он говорит, первый принцип, которым у нас учили в госбезопасности, в Израиле, он говорит, первый принцип. Источник информации это не цель, а средство. И если для достижения цели нужно раскрыть источники информации, раскрываешь их. Ну и чтобы они узнали, что мы по их симам поняли, что они начинают готовиться к нападению. Ну что они бы сделали? Без симов бы обошлись. Ну, возможно, мы в следующий раз, если был бы в следующий раз, они бы не воспользовались и как бы вот задействовали симу уже на территории Израиля. Я знаю, как-то так, по такой вот. Никто не понимает. Но, между прочим, мы помним, что было обвинение, что вот руководитель так называемых народных протестов против Натаньяу, есть такая Сикма Бреслер, которая является женой одного из заместителей Ронена Барра. Встретилась с Роненом Барром за несколько дней до 7 октября. А ведь какая агенда была у этой Сикмы Бреслер и всех ей подобное? Свернуть правительство. Любыми способами. Они говорили, мы хотим свернуть правительство. Каждый раз они пользовались какими-то другими примочками. Мы сперва не говорили, что, я не знаю, Натаньяу, он там теспот, он туда-сё, потом, ох, юридическая реформа, всё, это самое, фашизм, хотят захватить власть, отменить законные государства. Хотя, на самом деле, хотели отменить власть и диктатуру судебных органов. Но неважно. И смотрит, это не идёт, это не работает, не удаётся свернуть правительство. И вот, значит, Сикма Бреслер, она, если вы видели на фотографиях, она всегда, когда выступала на этих демонстрациях на улице Капплана, она всегда выступает с израильским знамением. Вот такое, как бы, я не знаю, Жанна Д'Арк, вот так она толкает речь. И она, значит, она, очевидно, чувствует, что это не прошло. И она встречается с Роненом Березовским. И после этого Березовский говорит, нет, мы чего не будем предпринимать, никаких сил не будем задействовать. Вот, и, как говорит этот специалист по шабаку, по государству безопасности, его решение совершенно необразимое. Я, как бы, думайте. Я не хочу сказать, что это именно так. Скажем, если я даже намекаю, то я не первый. Об этом уже давно говорят. Но представьте себе, какой ужас. Теперь, я говорю, они этого халива ушёл в отставку. Возможно, отмазать. Для того, чтобы люди сказали бы, что всё, значит, проблема разрешена. Понятно, что вот он принял на себя вину. Но главная вина-то ведь этого Ронена Бара, что он не предпринял. Он знал, он получил чёткую информацию. Накануне 6-го числа, накануне 7-го числа у него было впереди полдня. Полночи мог принять, тем выдвинуть все воинские части, начать срочную мобилизацию, всё, ничего не сделал. Будут ли его судить? Пока что он является главным советником. И когда он даёт советы Натаньяу сейчас, а Натаньяу по его советам не решается войти в Рафиях, можете представить, какие советы он даёт? И, собственно говоря, что там происходит? В Рафияхе, Рафах, Рафиях. Рафиях – это дело в том, что там город весь поделён на две части. Рафах – это израильская сторона, сторона Газы. А Рафиях – это продолжение города на египетской стороне. Ну, в Рафахе живёт примерно 90 тысяч граждан. Большой город сравнительно. Но после того, как туда переселились эти беженцы из Газы, там Палаточный город, они говорят, там полтора миллиона человек. Ну, мы уже давно опровергали это. Я переводил высказывание главного статиста, который занимается статистикой в израильской армии, правда, тоже сейчас в отставке, он сказал, никогда во всей Газе не было полтора миллиона человек. Это просто дутыв цифры. Ну, ладно, оставим, если полтора миллиона человек. Поэтому Байден, как мы знаем, поставил ультиматум в Израиле. Ни в коем случае не начинать военные действия в Газе, пока не решатся гуманитарные проблемы с перемещением всех этих беженцев в другие менее опасные места. Вот они как бы предпринимают это действие, они очень осторожны, как я сказал. У нас есть, если даже наша глава правительства и не трус, но он очень умный, сверхумный и осторожный человек. Вот перемещают этих беженцев. Понятно, кто это беженцы. Половина из них это скрытые хамасники. А тем временем, как вы помните, сегодня произошла ужасная катастрофа. Израиль сделал еще один щирный жест, играя на руки Байдену. Байден требует усиления гуманитарной помощи. Открыли новый проход для гуманитарной помощи. Керан Шалом. И вот только что недавно из Рафиаха был град ракетного обстрела на этот проход. И там погибли наши люди. Представьте себе, мы, да, с Монтом, мы хотим оказать им гуманитарную помощь. Что они делают? Они нам плюют в лицо. Они обстреливают это место, где мы проводим гуманитарную помощь. И весь мир молчит. Весь мир молчит. И мы виноваты. Помним эти бурные демонстрации, которые проходили в американских университетах, оплотах американской демократии, Харвард, МПА, Колумбия Университет. Сколько там было этих людей, обмотанных в тряпки палестинского флага с этими самыми шармами. Они просто выходили из себя. А все руководство университетов лапки кверху, они не смеют нарушить это как бы свобода слова, свобода студентов. Она как бы самое святое дело. Что они говорят о том, что они поддерживают Хамас? А что говорит Хамас? Они хотят независимости. О какой независимости? Они должны очистить всю территорию Израиля от евреев. То есть просто как бы нас в Гагском суде обвиняют в Апархайде, а Хамас открыт и ищут только что-то доказать. Вот, 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 смотрите, вот это Апархайд. А Хамас об этом открыто говорит. Они хотят от моря и до моря, как говорили, от реки и до моря выбросить всех евреев, получить эту землю. Открыто заявляют, они хотят Апархайд. Никто их не осуждает. Я смотрел такую очень интересную передачу со студентами, которые там демонстрируют. Вот один из корреспондентов агентства ФОКС. Как мы знаем, ФОКС это такое как бы прореспубликанская радиостанция, которая поддерживает Трампа. Такой симпатичный, как говорят, афроамериканец интервьюирует студентку протестующую. Она тоже с этим всем платком, этим всем обвазана. Ну, она, конечно, не видно, что она арабка, скорее всего, какая-то англичанка. Он говорит, а что вы скажете по поводу того, что вот ваши, как бы, товарищи, демонстранты, которые захватили университет Колумбию, они держат в качестве заложников технический персонал. Ну, там, уборщиков, я не знаю, кто там, не дают им выйти из-за этого кампуса. Она говорит, это все измышления. Она передает это микрофон на студию ФОКС, они говорят, нет, мы только что проверяли, там люди сидят. Она говорит, нет, это не может быть. Потом он спрашивает ее, а что вы скажете по поводу того, что еврейские студенты в вашем университете Колумбия подвергаются нападкам, они боятся сюда приходить. И все, она говорит, это инсинуация. Это выдумано сионистским врагом. После этого он спрашивает самый главный вопрос, что вы думаете о действиях Хамас 7 октября 2024 года. Она вдруг ему говорит, что ты суешь микрофон мне в лицо, уберись отсюда вам. Вот это ее ответ. То есть студентка Колумбийского университета, это как бы топ-менеджер, это будут самые большие специалисты американской науки, она не хочет знать правду, она не хочет говорить правду. Она живет по вымышленным нарративам и это вполне устраивает. Какую науку она может продвигать, если она живет на лжи? И это уже много раз показано, что главная сила Хамаса и арабов это полная дезинформация. То есть настолько она полная, что все переворно. Ни одного слова правды нет, они ничего не признают. И мир им верит. Причем это как бы я не удивляюсь. Так люди устроены, так мир устроен. Большинство людей, извините, моих слушателей, не способны думать и не способны принимать решения. Но на это есть руководитель. Известно, что у Бениамина Натаньяу IQ где-то очень близко к 200. в среднем человек это где-то 120, у больших продвинутых это может быть 140, у него около 200. То есть очень умный человек. Поэтому можно сказать слишком умный. То есть что значит? Он получает информацию, впускает себе в свой компьютер всю эту информацию, обрабатывает, обрабатывает, машина буксует. Не хватает самого главного. Вот этого Накшона Меда вступить в реку будь что будет. Проклянуть навеки ладно. Я вам скажу по своему опыту. Если вы не знаете, я один из организаторов попытки угона самолета из Советского Союза в 70-м году, когда вечно наша попытка лично для нас кончилась и неудачей. Мы сели в тюрьму, в лагеря. Но зато советская власть оценила наш поступок. И уже в 71-м году начался массовый уезд. Вот я читаю где-то векопедии, пишут, это Горбачев решил. Ерунда, какой Горбачев. Это решили евреи. Вот ваш Йосиф Менделевич, Эдик Кузнецов, Марк Дымшин, это мы решили. И пробили брешь. Вы знаете что? Мне говорили потом люди, евреи, как вы взяли на себя эту ответственность? Как вы посмели? Вы что не представляете себе, что вы причинили громадный вред всему еврейскому народу? Это мне сказал мой адвокат. Я у него спросил, а скажите, а какой вред мы ему причинили? Он говорит, ну как же, понятно, мы евреи, говорит, сидим здесь в Советском Союзе, более-менее уже как бы приспособились, продвигаемся, получаем какие-то степени, звания, какие-то у нас есть должности и все, и вдруг из-за вас вы как бы все опорочили весь еврейский народ, теперь из-за вас все говорят, смотрите, эти тоже были студентами, инженерами, вот они какие евреи, им никому не заверить, люди теряют работу, люди могут делать свою карьеру. Конечно, мне было обидно слышать. Я ради еврейского народа пошел рисковать свою жизнь, отдал лучшие годы своей жизни в тюрьме, а они в тот момент они считали, что это им вредит. Потом, когда советская власть стала разваливаться в 90-е годы и люди побежали, то они побежали куда? В ту брешь, которую мы для них пробили, и все остальные народы им завидовали. Вот евреям как повезло, они могут уехать, потому что был кто-то, кто сделал вот этот неразумный шаг, казалось, что вы сделали, а потом оказалось, что это на пользу. Теперь у нас в Израиле более миллиона евреев из Советского Союза, в Америке около 750 тысяч, еще говорят несколько, есть еще осталось несколько десятков тысяч евреев в России, которые мечтают только попасть. Почему? Потому что некоторые сидят дома и боятся выйти на улицу, потому что они, понимаете, если они выйдут, и сразу мобилизуют в армию. То же самое на Украине. Так что это по поводу того, что надо уметь рисковать, иногда это непопулярно, но вот что у нас происходит. Многие говорят о заговоре, что, мол, наши левые, так даже трудно назвать левыми, противники правительства, они находятся в контакте с Байденом, это совершенно определенно, находятся в контакте даже через посредников с арабскими силами, и они каким-то образом скоординируют это действие. Я выступаю здесь не от своего имени, поэтому я говорю, я не знаю, но очень много что сходится, очень много совпадает. Вы смотрите, я вам привел пример с тем, как это Шикма Бреслер со своим знаменем встречалась с Рунэном Баром Березовским, и через два дня вот предошло, что Березовский, Бар говорит, ну не надо ничего предпринимать, не надо ничего предпринимать, а вот так и пронесет, вот не пронесло, да. А смотрите, самые факты этих демонстраций, родственники тех несчастных людей, которые сидят в подземельях, умирают и страдают, это ужасно, да, я вообще как бы не хочу, я пробыл 11 лет в советской тюрьме, и было в карцерах, и в крытой тюрьме, но это просто несравнимо, это ужас там, это все понятно, что-то надо делать, а они демонстрируют, но уже показано, что там, кто там демонстрирует, там тысячи демонстрируют, а этих, сколько там заложников, 130, ну дай бог, все остались в живых, 130 человек, это не тысячи, которые там демонстрируют, и все они кричат, исходят, освободите наших родственников, и все, это огромное давление на правительство, и поэтому высказано предположение, что Бениамин Натанияу не осмеливается начать военные действия в Рафиихе, из-за этих демонстрантов, обвиняют в том, что вот вы начали эти военные действия, и они убили наших родственников, но с другой стороны, вчера была большая демонстрация родителей, дети, которые служат в армии, к сожалению, я не знал об этом, я бы тоже в этом участвовал, с очень простым лозунгом, наши дети погибают на фронтах, не для того, чтобы вы поджали хвост и берегли бы этих убийц в Рафиихе, не были заложниками. Единственный способ освободить заложников, это захватить Рафиих, разгромить их, уничтожить. То, что удастся спасти, то спасем. И, конечно, там арестованные, протестанты, вот, но смотрите, вот есть как бы один трезвый лагерь, который прекрасно понимает, что если мы освободим, во-первых, что требует Хамас? Он требует от нас декларативного прекращения всех военных действий. Это их первые условия для того, чтобы они начали освобождать заключенных. То есть, они не хотят как бы перемирия. Нет. Говорят, Израиль должен уйти. То есть, как будто бы мы победили, мы их разгромили, мы их держим в тисках, мы должны подзять хвост, признать свое поражение и уйти. И тогда они начнут с нами вести переговоры. Но это плюют в лицо, просто это невозможно. Издеваются. Но демонстранты как раз их поддерживают. И они говорят, Натаниал, ты приливаешь кровь наших детей. А с другой стороны, люди демонстрируют и говорят, наши дети приливают кровь за освобождение заложников. Они, если там участвуют родители, дети которых погибли уже, вы знаете, это как бы сейчас порядка 270 солдат погибло там на фронтах. Я не говорю о тех, которые погибли на фестивале. Тоже военнослужащие, но они не были в форме, не были с вооружением. Говорят, наши дети погибли для того, чтобы разгромить ХАМАС. А вы, демонстранты, хотите, чтобы ради ваших родственников теперь мы бы сдались бы и что будет? Мы сдадимся. Скажем, они освободят. Они говорят, пока что у них есть 30, ну будем оптимистами у них 130. 130 человек выйдут, мы им освободим тысячи самых больших головорезов, сейчас они требуют освобождения Баргутия, который виновен в убийстве тысяч мирных граждан. И они сразу начнут готовиться к следующей атаке. Ну, на этот раз мы уже, если зажгутся симы на территории Газа, мы уже поймем, к чему это клонится. Ничего, они достаточно умные. Знаете, что как бы требуется от нас, это признать, что у нас сильный противник. Это не то, что шапками закидами. Да, Синвар и вся его клика это умные люди, хитрые люди и очень часто они нас обыгрывают. А мы простодушные, можно сказать, простодушные лапти, хотим верить в мир, в доброходство и все. Говорят, это концепция. Это неправильная была концепция. Вы сейчас назначили вместо Халибы, который ушел в отставку, вместо него назначили его заместителя, Шлома Биндера. который тоже живет по той женской концепции. Вы знаете, Биндер, он вообще очень как бы очень умный человек. Смотришь на фотографиях, волевое лицо, большой лоб, мыслительный, интеллектуал. Также, между прочим, как и этот Роненба, Березовский, тоже выглядит. Правда, у него лицо очень типично арабский, я уже не знаю, как этот еврей из России получил такую физиономию арабскую, это ему позволило там безусловно внедряться, он знает арабский язык. Где они учатся, наши интеллектуалы, наши генералы? Как только они начинают выдвигаться на передний план, у них сразу ему выдают стипендию Векснера и посылают учиться в американские институты. Промывка мозгов. Представьте себе, самых лучших наших генералов до того, как они получили эти важные посты, их уже промыли им мозги там в Колумбийском университете, в Харварде, поэтому я вообще им не завидую. Они, с одной стороны, конечно, хорошие солдаты, хорошие военные, умные люди, но, с другой стороны, они получили эту индоктринацию из-за Харвардского и Колумбийского университета. И вот они все после того, когда там прошли обработку, я бы на месте израильского правительства запретил бы им ездить туда и получать промывку мозгов, но они приезжают оттуда со вторыми и даже с третьими степенями. Представьте себе, нам приятно, у нас какой-нибудь там начальник дивизии, не просто такой вояка, у него третья степень по философии из Колумбийского университета или третья степень по государственному управлению от Харварда. Вот какие у нас генералы с промытыми мозгами. И это то, что делает Америка. Постоянно внедряет в состав наших военных людей с их мозгами, с их мышлением. И поэтому вот особенно это было показательно на примере этого Мошея Ялона, я забыл, какая его настоящая фамилия, Смелянский, по-моему. Да, Мошея Смелянский, это известно у нас как буги Ялона, он тебя гибридизировал, на самом деле он Мошея Смелянский, тоже, наверное, откуда-то из России его родители приехали. И вот этот Мошея Смелянский сказал, что надо закрыть срочно это кадетское училище, военно-потребительное училище ЭЛИ. Почему? Потому что там растут люди как бы индоктренированные, очень как бы крайние такие, религиозные, это очень опасно, что они служат в армии. И вот говорят, ну помилуйте, в выпускнике ЭЛИ, если так взять, какие военные курсы и училища, дали самый большой процент солдат и офицеров, которые погибли на войне. Невообразимо. По сути дела, все-таки, что такое ЭЛИ? Скажем, я не знаю, это подграбительные курсы, как называете, или кадетское училище, ну каждый год они выпускают, скажем, 100-200 человек, и вот там среди из числа этих 270 погибших солдат самый высокий процент выпускников ЭЛИ. То есть у них есть как бы отвага, готовность пожертвовать ради народа, ради ивесского государства своей жизни. Сказали это Моисе Смелянскому, он же Буги и Аллон, он отмахнул, сказал, это не важно говорить. Ради чего они проявляют эту свою отвагу и самоотверженность, а ради того, чтобы насладить в нашем государстве их еврейскую веру. Понимаете? То есть этот человек настолько, он был начальником генерального штаба, он был, как многие из этих леббок, даже при Бениамин Монтаньяу был министром обороны Израиля. Но у него мозги совершенно так работают. Что такое быть настоящим израильтянином, либералом, неверующим, антиверующим, и который понимает всегда другую сторону. Вот это настоящие мены. Если люди умирают за то, чтобы Израиль был бы демократическим государством, в котором все это, как они говорят сейчас, прогрессивное настроение превалирует, ради этого говорит, те, кто умирает, говорит, Буги и Алон, это очень хорошие солдаты. А если солдаты умирают, зато солдаты и офицеры гибнут с идеей за то, чтобы было бы еврейское государство, с ним медленно распустить. Представьте, какие люди руководят нашей армией. Я каждый раз, когда думаю об этом, вот еще один последний пример, на этом сегодня окончу, новый скандал. Старый скандал, который был уже давно известен, сейчас снова пробудился. Я слышал выступление Згана Нациев израильской полиции. Згана Нациев сказал, что он при выходе на пенсию, довольно молодой человек, но как бы ранняя пенсия, он получил звание генерал-майора. В полиции другие названия, но то, что звание, которое он получил, оно соответствует званию генерал-майора. И вот этот генерал-майор израильской полиции рассказывает об афере, которую устроил наш Бениамин Ганс, руководитель Маханэ Мамлахти. То есть, мы были государственным такого движения, которое говорит, ну там, Натаньяо, он попал в руки правых, крайних, все это не надо, а мы как бы, и Лапид, он, конечно, крайне левый, а мы как бы центральной линией, он пользуется большой поддержкой. Маханэ Мамлахти, Мамлахти, государственные интересы, его не политические какие-то интересы интересуют, не какие-то там правые или левые интересы, он как бы центральное направление, у него есть очень большие chances быть премьер-министром. Так вот, этот Бениамин Ганс, который тоже, кстати, учился в подготовительном религиозном училище у Рава Друкмана, но он давно уже снял Кипу, и вот этот Бени Ганс, он, когда, значит, вышел в отставку в качестве начальника генерального штаба, он немножко позаработает для Сибни, сколько, мол, он получает на свою пенсию генеральскую, ну, 100 тысяч долларов в месяц, не знаю, сколько это получает, поэтому решил заняться частной инициативой и открыл компанию под названием «Пятое измерение», суть которой это как бы использование «Артифишл интеллект», «Аи», для сбора и разведданных. И он, значит, представил свой проект начальнику израильской полиции, тогда это был такой известный «Альщих», которому он, значит, который раньше был в Шабаке. Значит, вот у него такой проект, что он создал какую-то формулу, какую-то программу обработки данных. Вот если он, говорит, получит данные от военной разведки, от государственной безопасности и от внешней разведки, и от полиции, то он все эти самые данные совместит, его вот сверхинтеллектуальный разум, он создаст возможность, вот кто-то там уронил окурок, я не знаю, в менте совершения преступления, сразу через несколько минут уже приходит арестовывать этого человека, потому что все они знают. И, значит, на самом деле такое как бы очень красивое предложение. Надо было это принять на вооружение, поэтому Альшир сказал, окей, утверждаем этот проект, поступает на финансирование государства. Почему? Значит, обычно, как все знаем, есть тендеры в России, конкурсы, вообще всякий проект должен пройти конкурс, возможно, есть какие-то другие проекты. Но Альшир написал, что ничего подобного в, как бы, науке, я не знаю, в хай-теке не существует, поэтому, поскольку он единственный претендент, сразу его автоматически утверждает. Так вот, этот генерал-майор полиции в подставке, он говорит, ничего подобного. У них, у Ганса, его, его сподвижников, ничего не было. У них было только диапазитивы показать, как бы, схемы. А были уже программы, которые актуально работали. Было примерно, он говорит, четыре такие программы, которые уже актуально работали. Таким образом, подлог. Альшир и Ганс совершили подлог, сказали, что ничего подобного нет, чтобы уйти от конкурса. Было все. И сразу же, как только этот проект утвержден, но он такой, очень важный для израильского государства, получил дотацию полтора миллиона долларов. Начали быстро работать и, значит, сказали так, вот у нас что-то уже есть, у них ничего не было, абсолютно ничего не было, кроме самой идеи. Вот. И давайте мы нам, мы предлагаем, дайте нам какую-нибудь сложную задачу, мы сразу раскусим и покажем, как наш проект действует. Дали им такую задачу, но то, что им дал Альшир, это была не задача неразрешимая, это было какое-то преступление, которое уже было раскрыто. То есть, на самом деле, это как, знаете, когда мы делали уроки по физике или по математике, ну, иногда посмотришь в конце, в конец учебника смотришь, какой ответ. Тогда они знали, какой ответ. Поэтому получилось превосходно. Они сразу нашли ответ, зная, какой ответ. И на это им еще должны были отвалить 5 миллионов долларов. Ну, хоть скоро они такие успешные, они для того, чтобы начать работать, получили доступ к секретной базе израильской полиции. Что такое секретная база израильской полиции? Это о нас с вами. О каждом из нас все знает. Все, что можно знать, собрали информацию, это хранится в секретных фондах израильской полиции. И плюс к тому еще, самое главное, это все основы раскрытия преступлений, согласно, как бы, есть целая теория, как израильская полиция раскрывает преступление. Это вообще как бы секрет. Известно, что израильская полиция очень эффективна. Вот у них есть определенная рабочая схема, которая работает. Отдали это Гансу, он высосал это из памяти главного управления полиции, и это исчезло с концами. И только недавно вдруг оказалось, что Бенни Ганс взял себя компаньоном генерала, американского генерала Джона, который командовал войсками США в Афганистане, а потом был представителем в Катаре американской армии. И вот по поручению Бенни Ганса этот генерал Джон Аллен вел переговоры с Катаром о продаже секретной базы данных израильской полиции в сумму 72 миллиона долларов. Ну, можно сказать, слава Богу, скорее всего, они еще не успели передать эту информацию Катару, а Катар это Иран, как известно, по очень простой причине. Главным финансистом всей этой компании, всей этой операции был некий Виктор Вексельберг, он русский олигарх, который живет в Америке. Так вот, его, значит, приручили в США за отмывание денег. Ему пришлось и удалось в течение одной ночи смыться из Америки. Очевидно, в Россию. Поэтому, в тот момент, когда нет денег на зарплаты, то это прикрылось. Одновременно в США началось следствие против генерала Джона Аллена тоже. Таким образом, Бенни Гансу не повезло. Но ведь в этом вопрос возникает. На каком основании Бенни Ганс и его компаньоны сказали, что у них уже есть готовый проект, в котором нет никаких конкурентов. Проекта у них не было, а конкуренты были. А потом, каким образом получили свободный доступ к секретной базе информации? Говорит этот сган нацифа Мистера зовут его Авраам Вайс. Он говорит, мы подали в богатство. И к нашему удивлению богатство приняло нашу просьбу. И сейчас это рассматривается богатство. Мы знаем, что на самом деле богатство там все ангажировано, все это находится как бы общая, там есть ла фамилия. У этих высших чинов есть своя ла фамилия. Там они прикрывают другую. Там целая история, как они это все прикрывают, заметают концы. и страшно. И вот я хочу сказать напоследок такую очень важную вещь. Я говорил со своей одной знакомой, ну так говорили, обсуждали, и она вдруг мне говорит, если бы ты знал, в какую страну ты едешь, ты вообще приехал бы сюда. Я застыл. Получается так, она говорит, то, что там сидел, воевал, и все, кому это надо, смотри. Я говорю, какая страна, что за люди. Ну, говорят, смотри, сколько здесь негодяев, предателей. За страшно. Да, знаете, когда я говорю о том, что я говорю, это все, безусловно, очень тяжело и неприятно. Но есть вопрос, я хочу это почерпнуть, зачем я это говорю? Не для того, чтобы сказать, все плохо. Я хочу сказать, вот это наша цель, над этим мы должны работать, мы это должны исправить. Это наша страна. Я ни на минуты не жалею на то, что я сидел в тюрьме, ставил свою жизнь под угрозу для того, чтобы наши евреи Советского Союза приехали сюда, в эту страну. Хотя больно и за них тоже, многие из них ведут себя не так, как я бы ожидал в нашем еврейском суверенном государстве. Не буду называть имена всех членов Кнестера и прочее. Не важно. Это разница. Есть возможность критиковать из-за того, чтобы как бы опорочить, оклепетать и уничтожить или для того, чтобы высказать свою боль и думать вместе, что можно сделать, чтобы исправить. Давайте думать вместе, давай будем исправлять и никогда не отчаиваться. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok